А пока люди все активнее и активнее налетают на бесплатную еду во время праздников и различных акций, чиновники продолжают неэффективно расходовать бюджетные деньги. Больше 400 миллиардов тенге в прошлом году потратили непродуктивные акиматы и госорганы. К таким выводам пришли в Министерство финансов и озвучили их сегодня на заседании правительства. Причем это не вся сумма, в нее еще не включили аудиторские отчеты. Прибавьте сюда неизрасходованные по разным причинам 260 миллиардов. Почему госорганы так и не научились грамотно тратить деньги из казны, узнавала Кира Канниболодская. Отчет правительства о том, как использовали государственные деньги в 2022 году, занял несколько часов. По словам главы Минфина, сразу 400 миллиардов бюджетных средств использовали непродуктивно. По его данным, больше ста сотрудников акиматов и маслехатов понесли ответственность. Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 421 миллиард тенге или 2,3% от общего объема расходов. Это без учета мероприятий высшей аудиторской палаты и ревизионных комиссий. По итогам прошлого года 113 сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности. 82 из них занимали руководящие должности. В целом бюджетом профинансированы 39 госорганов Казахстана. Запланированный объем финансов на 2022 год правительство использовало практически в полном объеме. Расходы госбюджета составили свыше 98% или около 18,5 триллионов тенге. Не потратили, по словам Жумаубаева, 262 миллиарда. Из них 181 – это сэкономленные деньги. Не освоен 181 миллиард тенге. Основные причины – срыв поставщиками условий договора. Длительное прохождение либо отсутствие положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Несвоевременное предоставление актов выполненных работ. Счетов фактур. В конце года в республиканском бюджете были сформированы значительные кассовые остатки. За счет этих остатков мы смогли бесперебойно начать финансирование бюджета текущего года. При этом, несмотря на неэффективное использование и бюрократию в местных исполнительных органах, пополнить госказну в прошлом году удалось лихвой. В республиканский бюджет поступило 16 триллионов тенге. План перевыполнен сразу на 310 миллиардов тенге. Поступление бюджета исполнено на 102,1% и составили более 16 триллионов тенге. В том числе собственные доходы составили порядка 10,5 триллионов тенге. Или 103% к плану на 2022 год. Расходы исполнены на 18,5 триллионов или 98,5%. Дефицит бюджета составил 2,391 триллиона тенге. Доходы республиканского бюджета исполнены почти на 102%. По данным главного финансиста страны, инфляция в прошлом году достигла свыше 20%. А размер госдолга на начало текущего года составил 25,3 триллиона тенге. По данным аналитиков, он находится в безопасных пределах, но все же сохраняется риск роста правительственного долга. По подсчетам аудиторов, главными проблемами для бюджета страны так и остаются неэффективные решения по преодолению дефицита и достижению сбалансированного бюджета.